Тромкая, друзья! 15 августа 2020 года прошли полуфиналы DreamHack Summer 2020. Вчера мы посмотрели один полуфинал, я говорил, что сделаю вторую часть, и я ее сделаю, но хочется все-таки немного разбавить контент другим матчапом, другими игроками, поэтому мы сейчас смотрим второй полуфинал, конкретно только одну карту. Противостояние Happy против Vortex. Vortex — испанский игрок, который известен в первую очередь как StarCraft. Он во втором StarCraft достиг большого успеха, выиграл 106 тысяч долларов, что очень много, но в честь анонса и релиза Reforged'а он решил тренироваться в третьем WarCraft'е, и вот некоторое время, короткое время после релиза игры, он показывал суперкрутые результаты на онлайн-турнирах, занимал неплохие места, несколько раз даже почти побеждал Happy, что, поверьте мне, в рамках Европы считается серьезнейшим достижением, но потом из-за провала Reforged, понятное дело, начал меньше практиковаться, и, соответственно, утратил свою форму. Тем не менее, в честь Dreamhack Summer'а, онлайн-турнира с призовым фондом 10 тысяч долларов, он решил побольше потренироваться, и это позволило ему попасть в полуфинал этого турнира. Поэтому, по сути, он как бы в топ-4 сильнейших игроков Европы, что, понятное дело, очень крутой результат. Первые две карты Happy выиграл уверенно, но потом Вортекс все-таки показал своего жучка Таракашку, Владыку Склепа, и, соответственно, смог отжать карту у Happy. Прямо сейчас счет 2-1, Happy нужно выиграть еще одну карту, чтобы попасть в финал, с другой стороны, Вортексу нужно выиграть еще одну карту, для того, чтобы все решилось на финальной пятой. Happy до этого играл только Стандарт, это первая карта, где он играет жука, и, соответственно, это будет Зеркало жуков. Самое сильное оружие против жука это жук. Happy просто, как он говорил, не ожидал, что Вортекс будет играть жука, поэтому он играл Стандарт. Но на этот раз он как бы понимает, что там будет жук, и потом берет своего жука. Собственно, он его неплохо интонировал в последнее время, поэтому как бы знает, как им пользоваться, скажем так, на высоком уровне. Игроки с самого начала будут крепиться, потом пойдут на Золотую Шахту, будут ставить базу. То есть, Зеркало жуков, оно такое, завязано на разводах, на макро. Только интересный момент, то, что Вортекс крепит точку сверху, вот эту вот зеленую, он тут получит круче артефакт и больше опыта, а Happy, с другой стороны, нижнюю точку, вот этого вот гнова, он меньше опыта получит, и только книгу, а не артефакт. Но с другой стороны, он зато будет стартовать сразу же здесь, снизу ему проще будет дойти до Золотой Шахты, покрепить ее. Он раньше поставит дополнительную базу, раньше начнет добывать золото, по крайней мере, в теории. Со временем, как Вортексу нужно пройти определенную дистанцию, для того, чтобы оказаться там же, где находится Happy, и только последовало пройти ту же самую дистанцию, чтобы дойти до Золотой Шахты. То есть, он тупо позже начнет крепить базу дополнительную и ставить там шахту. Поэтому, как бы, это должно стать небольшим преимуществом для Happy, потому что он раньше закончит ее крепить. Видимо, он уже начинает крепить, а Вортекс еще даже не дошел. То есть, как бы, мелочь, но с другой стороны, может порешать подобная мелочь. Тут уже ставится Зиккурат, сразу же ставится Шахта, или нет, или как золото. Дерева просто не хватает, ждет, когда накопится дерево с вурдалаков. И только после этого начнет ставить Шахту. Ставят Шахту. Но прикол в том, что Шахта почти одновременно была поставлена, только Зиккурат был раньше поставлен. Но, все равно, как видите, Happy уже в центре, в то время как Вортекс только сейчас закончил крипить свою точку. В теории, Happy может покрипить гоблинскую лавку, но, думаю, это не совсем актуальная идея, потому что его могут крипджекнуть. Начинается сражение неплохое, подкоп от Вортекса. В теории, может на кого-то забрать хороший подкоп от Happy. Happy отводит своего раненого вурдалака, никого не дает. Вот почти окружили Жука, Happy, пытаются... Окружение произошло, вроде как хорошо от Вортекса. Здесь получается наносить урон вражескому герою, но, с другой стороны, юниты Вортекса здесь страдают. Как вы видите, вурдалаки погибают постепенно. Один вурдалак уже погиб у Вортекса, второй вурдалак также погибает, это плюс 80 опыта. Но, с другой стороны, как бы он выбил телепорт. Вот забавно, что они взялись вурдалаки, это такая фишка из-за андетов. Если ты вурдалаками нажимаешь на дерево, то они считаются рабочими, и, соответственно, их нельзя будет... И они не телепортируются с видком телепорта. Это позволяет таким вот моментом реализовываться. Он оставил 4 вурдалака, планировал, видимо, отменить здесь проклятую шахту, но у него не получится, потому что одного вурдалака он на халяву отдал, одного отвел, а два вурдалака не успеют сломать здесь шахту, потому что она уже слишком много ТП получила при строительстве. То есть, по сути, как бы этот мув был лишним, хотя он был умным. То есть, как бы не хватило просто здоровья на вурдалаках. Если там было все 4, они могли бы спокойно отменить здесь шахту в действительности. Хэппи понимает, что ему нужно атаковать, скорее всего. Он, кроме телепорта, еще купил ритуальный кинжал, чтобы восстановить здоровье своему герою. То есть, он потерял вурдалака, потерял цветок телепорта и купил ритуальный кинжал. В то время, как он забрал всего лишь 2 вурдалака. То есть, в целом, размен был плюсовый для Вортекса. Он пытается обойти снизу для того, чтобы с хорошей позиции здесь атаковать пропитую ритуальный. К тому же, не рубская башня далеко стоит. В теории, можно отменить этот зекурат. Понятное дело, отменил его Вортекс для того, чтобы вернуть часть ресурсов. Акалиты пытаются отойти. В это время Акалиты Хэпи спокойно добывают золото. Подходит жук Вортекса для того, чтобы защитить свою базу. Если что, Вортекс уже 3 уровня. Поэтому у него вторые жучки. И они сильнее значительно, чем первые. Позволяют, как бы, на равных воевать с теми же самыми вурдалаками. Но их нужно для начала поднять. Понятное дело. Подкоп хороший. Можно в теории забрать этого вурдалака. Должен это делать. Подкоп хороший. Также был от Хэпи. Можно забирать жучков. Вообще, желательно никого не отдавать здесь Вортексу. Иначе там жук прокачается от 3 уровня. Хэпи красиво контролит. Отводит раненого вурдалака. Никого не отдает. Ну, по мере возможности и сил, понятное дело. Красивое окружение вурдалака Вортекса. И, соответственно, это дает 3 уровень Хэпи. Теперь у него тоже есть вторые жуки. Он их поднимает. Он пытается отправить их на Харас. Будет, видимо, тут закапывать. А потом, как бы, бить Акалитов тихоря. Потому что есть такая возможность. Почему бы ею не воспользоваться. Там был закопанный жук от Вортекса. Поэтому он знает о том, что тут стоят жучки. И он этим воспользуется. Но Хэпи крипит прямо сейчас гоблинскую лавку. И получает здесь дополнительный опыт. Артефакт. Если ему вывод зелье восстановления. Будет, конечно, клево. Акалиты страдают. Нерубская башня слишком далеко. Для того, чтобы достреливать до этих джентльменов. Пытается Вортекс крипджекнуть прямо сейчас Хэпи. Не особо получается. Потому что его здесь окружили. По-моему, жуку надо будет телепортироваться. Он пытается выйти из окружения. Но никак не получается. Да, Хэпи может потерять из-за этого несколько юнитов. Но с другой стороны, зато он заставит поражать с этого телепорта. Или да, или нет. Или да, или нет. Проход вроде как сформировался. Да, жук почти вышел. Думаю, не надо будет прожимать здесь телепорт. Ему в его ситуации. Что, конечно же, хорошо для Вортекса. Хэпи оказалось слишком мало. Он отдал Бурдалака. Ему пора отходить. Даже если посмотреть по лимиту. 32 боевого лимита у Вортекса. И 25 у Хэпи. Хэпи нажал в это время уже давным-давно. Т2 игроки примерно одновременно это сделали. При этом разница в том, что Вортекс поставил кладбище только сейчас. Кладбище уже достроилось. Есть два склепа. То есть можно начинать делать пауков. Которые от обороны куда более выгодны. Потому что могут стоять в выгодной позиции. Стрелять их. И как-то не окружить. Не подконтролить. И так далее. Жучок Хэпи только что сбил восстановление воды из склепа Вортекса. Так эффект был. Много вурдалаков есть у Хэпи. Вряд ли его тут можно пробить. Магазин снизу еще к тому же ставится. На Т2 можно будет покупать банки и маны. И так сказать копать. Копать-перекопать. Хэпи очень сильно укрепляет свой экспант. Планирует играть от обороны. Чего не скажешь о Вортексе. Как видите у них тут слабая защита. Один ябнутый зекурат. Жуки забегают на мейн. Будут пытаться забрать здесь Акалитов. Но тут есть как бы стреляющий мейн и нерубка. Поэтому вряд ли удастся это сделать. Хоть понимает Вортексу здесь ловить нечего. Как бы под магазином сражаться. Под нерубкой. Ну это просто странно было бы. Если бы получилось здесь хоть что-то сделать. Акалиты слишком быстрые. Поэтому не успевают их забирать. Они слишком быстрые. В такой ситуации. И понятное дело. Тут уже заказывается рыцарь смерти. В теории Вортекс может попытаться закрепить рынок. И из Огромага выбить большую банку маны. Не хватает второго склепа. То есть в этом разница. Смотрите видите. Тут просто в два раза больше пауков производится. И очень странно. Что Вортекс не производит. Не ставит второй склеп. Это очень странно. И необычно. Идет битва сейчас за рынок. За Огромага. Четвертый уровень у Жука. Второй подкоп. Подкопал только что Хэппи. Будет попытка кого-то окружить. В частности вражеского героя. Как мы видим прямо сейчас Хэппи больше. По крайней мере прямо здесь. Ну там рыцарь смерти подошел. Есть Койл. Можно будет подкопать еще от Хэппи. Да. Есть один подкоп. Правда у Вортекса. Но нужно хорошая позиция. Для того чтобы этот подкоп реализовать. Потому что как-то Хэппи хорошо заслепил свои войска. Для того чтобы не попало все под один единственный подкоп. Ой окружили героя Хэппи. У того правда если что. Нет. О какой подкоп. Красиво было. Очень красиво. Койл залетел от Хэппи по своему вурдалаку. Ну не хватило урона для того чтобы реализовать этот подкоп. Для того чтобы забрать юнитов. Но это было однозначно красиво. Очень красиво. Т3 уже скоро будет готов. Бойня. Делается второй грейд на атаку паукам. Собственно компенсируется то что там. Скреп всего лишь один. Эти ресурсы он вкладывает в грейды для своих юнитов. То есть у него будет меньше армии. Но она будет качественней. Огромаг все еще жив. Из-за него можно воевать. Койл скоро накопится у Вортикса. Вортикс очень хочет воевать. У него банкоманы есть второй подкоп. Да. В четвертом уровне жука Хэппи еще далековато. Да. Однозначно здесь забирают Огромага. И там попадает большая банкомана. Идеальный артефакт. Который желательно сохранить. Ну. Ну. Такое. Не знаю. Не уверен я что это правильное использование. На всего лишь первую Койл. Паук однозначно умирал. С другой стороны этот паук выжил. Обидно конечно. Потому что большая банкомана для жука. Могла бы стать чем-то просто нереальным. Что может камбэкать игры. Хэппи плохой Койл. Только что использовал. Подкоп идеальный. От Вортикса. Можно забирать юнитов. Там в теории будет Койл. Но не успевает его использовать. Возможно на перезарядке. Который был окружил рыцаря смерти Вортикса. Забирают этого героя. Он первого уровня. Это не особо гигантская потеря. Но это опыт для жука. И соответственно его можно тут пытаться прокачать до четвертого уровня. Например забрав этого тролля. Да. Есть четвертый уровень. Но подкопа не будет. Потому что маны нет. Паука снизу в теории можно еще забрать. Но он убегает. Ауры нет у Хэппи. Поэтому не такой уж и быстрый. Жуков. Ну. Так себе. Солнительный подкоп был. Но с другой стороны можно забрать таким образом жучков. Постараться по крайней мере. Статуи есть. Здоровье восстанавливается. Вот этот вот паук должен выживать. 2-0 у пауков. Нужно как-то им жить. Все-таки вот этот вот жук добьет паука. Да. Именно так. Много опыта за это получил. Неприятно. Окружение жука. У того есть свиток. Свиток телепорта. Поэтому он должен обязательно выживать. Или это подожди. Да, да, да. Это у него посох телепорта. Просто не скликнул. Ну да. Купил посох телепорта здесь Хэппи. Но в любом случае. Как мы видим. И окружить. В любом случае. Плюсовый размен для Вортикса. Глобально. То есть он кажется значительно больше взял. У него уже почти пятый жук. А тут как бы далек от пятого. Вообще очень далек. Почти есть второй уровень улицы Рассмерти. Появилась Аура. Тут то же самое. Т3. Заказывается форма сфинксом. Заказывается еще пауки. Лич со сферой будет. Снизу ставятся храм Прокриды. Для того чтобы делать банш. Нашение завершено. То есть хочет сделать технологический лимит. Банш хороши тем что можно накладывать антимагический щит. Плюс проклятие. Если сфинксов всех забрать. Тоже будет мощным решением. Ой красиво. Только что Вортикс перехватил Криппинг Хэппи на Мурлоках. И сейчас с безопасной позиции Криппица. И можно здесь как бы тупо подворовать опыт. Что понятно где очень хорошо подкоп. Ну не самый хороший на самом деле. Но тем не менее. Неплохой. Забирает. Ну я так понимаю что скорее всего Вортикс забрал да. Ну да ладно. Там в любом случае мелочь какая-то была. Есть еще Мирки. Наемники. У Хэппи есть еще Черепаха. Есть еще Нижние Мурлоки. Есть еще Огр сверху. То есть у Хэппи еще очень много Крипов. Очень много где можно покачаться. С другой стороны у Вортикса Мурлоки. Мурлоки. Черепаха. То есть у Хэппи есть возможность покачать своих героев. Больше возможности покачать своих героев. Таризманы скользания. В самом против масс пауков возможно не самый плохой предмет. Потому что как бы у Ворота 15%. Если это Локерок. То почему бы и нет. Третьего уровня пытается прокачать Рюксера Смерти. Неплохо упакован Лич. Когти, два Венца, Сфера. Здесь тоже желательно как бы заапгрейдить Лича так сказать. Лично прокачку. На рынке купить всякие когти и так далее. То надо прокачать Рюксера Смерти до третьего. Чтобы у второго Пау. Лича хотя бы до второго тоже не помешало бы. Тут Рюксера Смерти и Лича тоже нужно прокачать. Ну собственно Черепахе это можно сделать. Жука правда хочет до пятого прокачать. Для того чтобы у третьего подкоп. Это очень сильная тема будет. Амулет энергии выпадает идеальный дроп для Жука. Любой источник маны ему очень сильно помогает. Потому что у него своей маны просто катастрофически не хватает. Да, вот есть пятый уровень. 3-0 грейд у Сфинксов. Делается 3-1. То есть первый грейд на защиту. Здесь с другой стороны 1-0. И делается второй грейд на атаку. То есть Вортикс далеко впереди по прокачке. Просто такая, знаете, как бассивная игра. Тут банши правда делаются. И тут только сейчас ставится храм проклятых. Для того чтобы делать своих банш. Медленная игра. Жук хочет что-то на рынке купить. Может джезовый иллюзий. Может когти для Лича. Да, когти для Лича. Тут нужно покупать невоязвимость. Цветок исцеления в идеале. Банку маны нужно нон-стопом покупать для Жука. Для того чтобы он мог копать бесконечное количество раз. Это очень важно. То есть подкопы решают в таком зеркальном матчапе. Особенно когда твой оппонент играет через землю. Пускай у тебя второй подкоп. А там... Ого-го-го. Тут забегания планируются. А ярость-то делается. Ярость-то готова уже или как? Да, ярость готова. То есть вурдалаки очень хорошо атакуют. Тут с другой стороны Хэппи взял сам с собой вурдалаков. Поэтому в теории его бою как неприятно словили здесь сфинкса. Еще подкопали. Рыцарь Смерти не мог спасти своего юнита. В итоге сфинкса на халяву забрали. Но с другой стороны как бы здесь вурдалаки смотрите как забегают. Забирают. А колитов Хэппи не успевает реагировать. Потому что он сконцентрирован на битве. Пауков здесь пытаются как-то забирать постепенно. Но Вортекс вроде норм Микрит отводит юнитов. Вортекса вроде как прямо сейчас больше. Но просто очень много его юнитов на вражеской базе. То есть его прямо здесь меньше. Еще одного забрали сфинкса. Отвратительный подкоп. Потому что только по одному герою. Но с другой стороны можно ставить его поражать телепорт. В коей условии у только что битвы продолжается. Пытается забирать Банш. Потому что Банш получает дополнительный урон от Пауков. Особенно если сфера. По ним прошла. Хорошо Микрит. Вортекс пытается по крайней мере отводит Пауков. Но как мы видим Хэппи просто давит и душит. Он выигрывает здесь потихоньку в сражении. Потому что его уже слишком много. Но он поражал телепорт. Потому что видишь там какой-то хаос творится. Очень много Акалитов здесь Хэппи отдал. Потому что он полностью Микрил. Полностью уделял 100% своего внимания в этом сражении. У него не получалось как бы отвлечься хотя бы на секунду. И отвести тут Акалитов. Но как бы он это сделал в итоге. Но все равно потерял здесь судя по всему 3 Акалита. Или 2. Как бы еще и в Урдалаке погибли скорее всего. Где-то. Но он не проиграл свое сражение. Очень много трупов. Вроде как здесь именно в этом сражении выиграл Хэппи. Хотя и сражался на вражеской земле. То есть как бы. Зикурат стоит. В хорошей позиции находился. Вортикс. Что его вся армия была на проклятой земле. В то время как Хэппи не все время. И поэтому у него не было регена. Но тем не менее. Банку маны надо покупать Вортиксу. Желательно магазин у себя на экспанте также поставить. Чтобы можно было в случае защиты базы. Там что-то делать. Плюс еще как бы банка маны ограниченная. В магазине. Там нужно. Чтобы она восстанавливалась на складе. То есть в сток появилась опять. Такая игра сейчас в пассивную стадию перешла. Хэппи делает 2-1 грейды. Там пока что грейд не делается. Но там пауки в любом случае уже 3-2. Это очень жестко. Вторая защита крутая. Потому что она полностью прикрывает эффект сферы проклятия. Но желательно сделать третий. Для того чтобы было 2 брони. 2 брони блокирует 11% урона. Что приятно. Из тебя атакуют сразу же 10 юнитов условно. Хотя конечно от новой это никак не защищает. Хочет покрепить своих героев. Лича до третьего. Прокачать лич вообще машина. Посмотрите на это. И невоязвимость. Плюс 21 к урону. Очень жесткий герой получается. Нет никаких источников маны у Жука Хэппи. И соответственно как бы у него в теории должно быть меньше подкопов в бою. Лич у него без когтей. То есть он меньше урона наносит. Он слабенький на фоне того что есть у Вортикса. Но с другой стороны у него лич крепкий. Его очень сложно убить будет. Банши есть. Баншам желательно прокачать мастерство. Для того чтобы было больше хп. Мастерство тоже не делается. Как бы выходит в центр. Невоязвимость купить есть для рыцаря смерти, для Лича. Для Жука тоже не помешает. Хотя он такой крепкий что чертовы убьешь. Ну в любом случае купил. И теперь уже три невоязвимости. Но свитка исцеления нет. Он мог бы помочь на самом то деле. Хэппи планирует здесь играть от обороны. Ему очень важно поставить так войска. Чтобы Жук не мог всех подкопать. То есть чтобы они стояли они в линию. Как видите они через хоут стоят. Для того чтобы построение не сломать. На удержании позиции. Хэппи сам с другой стороны хочет подкопать. Вот можно идеально подкопать вообще. Вот сейчас идеально. О какой подкоп. Вортикс там тоже подкопал. Неплохо в целом. Но не более того. Минус паук. Все под антимагическим щитом. Поэтому нова не так сильно помогает. Койл хороший пока что залетел. Подкоп неплохой получился. Но тут тоже. Ну хотя можно было получше сделать. Но тем не менее тоже сойдет. Койлы залетают. Банки маны нет. Потом скоро мана закончатся у Вортикса. Для того чтобы лечить свои войска. Подкоп не самый оптимальный был только что от Хэппи. С другой стороны все равно. Он как бы через фокус забирает юнитов. Скинкса вылечил. И это только что помогло. Пытается Вортикс Микриф. Идеальный подкоп от Вортикса. Сломал свое построение Хэппи. И там сразу же воспользовался испанский игрок. Пытается забирать здесь юнитов Вортикс. Одного за другим. Его уже больше по лимиту. Он должен здесь выигрывать это сражение. Его проще стало Микриф. Забирает Паука одного за другим. Хорошо получается. Его тут очень много. С другой стороны подставляется Русарь Смерти. Ему передают телепорт. И он уходит. Хэпи понимает что он скорее всего проиграл бы это сражение. Ему нужно время для того чтобы отстроиться. Поэтому он фокусил героя. С другой стороны Вортикс не хотел отдавать героя 4 уровня. Поэтому передал ему телепорт. И в итоге вот так вот спасся. В любом случае Вортикса больше. Вортикс понимает что он сильнее. Ему прямо сейчас надо тупо идти и продолжать воевать. Тут хотел купить неуязвимость скорее всего. Но она на перезарядке. Потому что я уже покупал Вортикс недавно. Магазин всего лишь один. Это гигантская особенность острова Островов Эха. Каждый расходник на счету. 3-1 тем временем. Грейды у Хэпи. Тут же 3-3. То есть пауки крепкие очень. И фокус уроном их сложно пробивать. А под антимагическим щитом они реально долго живут. И новое им не особо страшно. И фокус урон тоже норм. Потому что есть броня дополнительная. Вот сейчас начнется сражение очередное. В теории опять же Вортикса больше. В теории Вортикс должен побеждать. Но Хэпи может вырулить на Херакиле. То есть как бы его в прошлый раз заставить уйти оппонента. У Хэпи хорошая позиция. То есть не может Вортикс найти точку, откуда можно подкопать. Большое количество юнитов. С другой стороны Вортикс атакует. Поэтому ему сложно подбирать свою позицию. Для того, чтобы его не копали. Ну, сомнительный подкоп. Но как бы лучше чем ничего. А вот тут подкоп такой будет, что мама не горюй. Да. Да, вот проблема, когда ты атакуешь. Вортикс передали невыязвимой стрессуру смерти. Опять Хэпи пытается через херафокус заставить противника уйти. Чтобы его время отстроить. Ужуков там поднимают. Плохой Хойл залетел от Вортикса. Рассер смерти желательно убрать куда-то подальше. Подкоп, все-таки телепорта есть. И судя по всему заставит уйти. Или как да, заставляет уйти. Может забрать рассер смерти противника. Стопит его. Красиво там Вортикс. Хорошо получается. Неужели выживет? А тычек Паука умер. Которые как бы долго очень идут. И в итоге герой Хэпи погиб. Но Вортикс ушел в любом случае. И надо будет выкупать скорее всего своего героя. Да, получается так и есть. Банши кстати с мастерством. Они в теории могут воровать Пауков. Если это не подконтролить. Это может зарешать. Но Вортикса в любом случае очень много. У него гигантское количество Пауков. У него очень большая армия. Солидная. Единственная проблема в том, что там купили невоязвимость. Да, купили невоязвимость. А Вортикс с него не взял. И соответственно как бы у Вортикса уже меньше возможностей спасать своих героев. Когда они будут под фокусом. Это очень плохо, что Хэпи выкупил. Для Вортикса. Потому что это может зарешать. Опять же у Хэпи мало шансов в прямом столкновении. В прямом сражении. Ему нужно как-то точечно забирать героев. Юнитов каких-то уязвимых и так далее. А самому ничего не терять. У него много банши. Это может помочь. Как бы они под статуей быстро восстанавливают ману. Поэтому на захват вражеских унитов у них мана в теории будет. Можно этим будет воспользоваться. Тут банши без мастерства. Поэтому у них мало маны. Жук в невидимости. Это очень крутая идея кстати от Вортикса. В теории этим можно воспользоваться. Порошок только что использовал Хэпи. Потому что он понимает, что там может быть невидимый жук. Но Вортикс специально отошел далеко. Это гениальное решение. Подкоп очень неплохой был. Можно забирать через фокус унитов. Но от Хэпи такой подкоп. Что это такое? Что это было только что? Забирают здесь попытаться банш. Им желательно отойти. Светок исцеления прожал Вортикс. Подкоп был очень даже неплохим только что. Но от Хэпи еще круче. Это жесть какая-то. Какие подкопы. Банш очень много погибло у Вортикса. Это понятное дело решает. Очень жестко окружили рестор смерти. Реально там можно будет забирать. У него нет ни неуязвимости. Ничего. Он взял четвертый уровень. Может пакт прокачать? А нет. Он прожал все-таки неуязвимость. Она у него была. Просто есть пакт. Он скорее всего становится в этом здоровье. Съедает своего юнита. Очень много времени тратит Вортикс для того, чтобы его забрать. Но если он заберет, это понятное дело зарешает. Супер крутой подкоп. Только что был. Рыцер смерти однозначно здесь умирает. С другой стороны лич поражал неуязвимость. Подкоп еще один хороший от Хэпи. И он сильно решает. Понятное дело. Личу желательно отойти. Рыцер смерти сверху. У него еще один койл есть. Лича должен спасать. Да, именно так и получилось. Но еще нужно попытаться отойти. Пролем в том, что у Вортикса все пауки под проклятием. Поэтому они очень много промахиваются. Это мешает найти много урона. Сами посмотрите, как часто надпись промах появляется. Подкоп от Хэпи. Много красных пауков. Очень неприятно. Сфинксу желательно снимать это проклятие. Он пытается по мере возможностей сил. Но это тяжко. Помните, об этом все время тяжело. Лич скоро умрет. У него мало ХП. Жук шестого уровня. Но у него нет маны на ультимейт. Пускай он ее и взял. Здесь Вортикса очень много. Хэпи очень мало. Нужно забирать пауков через фокус. Чем он занимается. Пытается забрать героев. Лич. Рыцар смерти там просто выкупил, как я понимаю. Зафокусили опять до сна этого Вортикса. И телепортируется испанец домой. Какие же все-таки интенсивные игры здесь. Но с другой стороны мы видим, что у Хэпи остался один паук и миллион банш. Тут же очень много пауков. То есть прямо сейчас единственный шанс у Хэпи это как-то багулины какие-то. Это графический мод новый. И вот такой вот иногда появляется. Единственный шанс Хэпи здесь это захватить пауков каких-то. Зазонить жука, чтобы он не мог подкопать банш. Интересно. Убивает Акалитов для того, чтобы был лимит. Потому что он продал зекураты, я так понимаю, дома. И теперь ему нужен лимит для того, чтобы подстроить дополнительных юнитов. В частности пауков. Может быть еще банш подстроить. Ну то есть опять же да, нахерокили можно вытащить здесь. Хэпи, как и было во все предыдущие разы. Если собирать вражеских героев, там просто пауки ничего не могут. То есть у Вордиксу надо быть максимально аккуратным. У него рыцарь сменяет только с банкой здоровья. То есть он может легко умереть. Лич без невоязвимости. Жуку вообще-то невоязвимость не нужна. У него ульта есть, он будет жить в драке. 61 и 52. Шансы есть все. Здесь у Вордикса выиграть. Надо быть максимально аккуратным. Просто опять же не подставлять своих героев. Не давать возможность баншам воровать пауков. И в таком случае все будет нормально. Хэпи, с другой стороны, нужно как-то заставить Вордикса сделать ошибку. То есть атаковать с удачной позиции, с удачного направления по Вордиксу. Для того, чтобы он не мог контролить банш. Банш куда-то в сторонку поставить, для того, чтобы они безопасно воровали. Вообще в идеале здесь Вордиксу бы подождать новую невоязвимость. В идеале так. То есть контролить магазин. Мейн закончился. Экспанд закончился. Это касается всех игроков. То есть золота больше нет. Но в теории можно бы продавать здания здесь вообще Вордиксу. И закупиться расходниками. Он мог бы это сделать. Вот он Акалит отправляет обратно. Ждать невоязвимость. Передать рыцарю смерти дополнительную. Свиток исцеления еще один купить. То есть просто расходники. Он контролирует магазин. Хэпи без магазина. То есть он не может закупаться там. Но здесь у Жука есть банка маны. Здесь у Жука нет. То есть если он прожмет ульту и подкоп. То у него уже не будет половины запаса маны. Поэтому очень опасно. И долгие сражения для него не будут плюсовыми. Но с другой стороны есть статуя. И она будет восстанавливать ману ему. Да, продает здесь куча зданий. Для того, чтобы были ресурсы на расходники. Мог бы и алтарь продать. Мог бы даже мейн продать на самом деле. Потому что, понятное дело, здесь уже все решается финальным сражением. Что у нас по грейдам для пауков? 3-2 против 3-3. Разница несущественная. Но она все-таки есть. Использовал только что порошок. Для того, чтобы пропалить. Если рядом какой-то Жук или Вар. Для того, чтобы понимать. Заметили ли невидимого Жука Хэппи или нет. Покупают банку невидимости. Теперь Жук невидимый. Он может с какой-то хорошей позиции стать. Дать идеальный подкоп. И это может зарешать. Как-то здесь уже атакует Хэппи. Волоп. И у Вортекса супер дурная позиция. Потому что у него армия разъединена. Подкоп был неплохой только что от Вортекса. Ему желательно сжать сейчас Ультимейт. Потому что он уже потерял треть своего ХП. Подкоп дают. Слушай, здесь Жук реально может умереть. Койл он суавил. В итоге это помогает ему жить. Пауков постепенно захватывают. Банши работают по вражеским паукам. Вортекс теряет большую часть своей армии. И Хэппи уже больше по лимиту. Ультимативную поражал. Рыцарь смерти Вортекса окружен. Поражал банку здоровья. Пытается как-то отойти. Очень много урона получает. Он окружен со всех сторон. Вортекс подкоп теряет. Теряет своего рыцаря смерти. И в итоге, как мы видим, уже просто построение уничтожено. Жук умирает. И все-таки здесь Хэппи уничтожает Вортекса. Вортекс дурацкую, очень какую-то странную позицию принял. Он, видимо, хотел сверху атаковать. И в итоге его построение было полностью разрушено. Он не смог подконтролить банш. И в итоге спокойно отдал часть своей армии противнику. Он не смог спасти своего рыцаря смерти. Он не подождал новый расходник. То есть, какие-то вот тут очень странные ошибки были. Напоследок перенервничал, скорее всего, испанец. Но в любом случае побеждает сильнейший, как всегда. Хэппи после матчевого интервью сказал, что он думал, что здесь Вортекс должен побеждать. Вортекс просто какую-то фигню сделал. Нужно было тупо в лоб атаковать, и он бы выиграл. В принципе, в этом что-то есть. Спасибо большое, что были со мной, дамы и господа. Ставьте лайки, пишите комментарии, и удачи в плавании. До встречи.